Всем привет! Здравствуйте! Я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Скачко. Автор десятков опубликованных книг, брошюр, научных статей, автор сотен статей и видео в интернете, приветствую вас на своем канале Школа доктора Скачко! Если вы просмотрели уже первое видео серии «Как правильно дышать?», то, скорее всего, вы уже определились, каким путем кислород будет входить в ваш организм для активного обмена веществ. А возможных вариантов, которые я обозначил в том видео, 9. Это основные варианты. В этом же видео я хочу сделать акцент на том, как же правильно использовать мышцы для того, чтобы сделать правильный вдох. Если вы считаете, что единственная мышца, которая помогает вам в этом вопросе – диафрагма, то вы ошибаетесь. В собственном акте дыхания, в обдохе, участвуют мышцы грудной клетки, верхнего плечевого пояса. Мышцы брюшного пресса участвуют в этом. И бесплатным бонусом к правильному вдоху вы получаете, как минимум, улучшение процесса пищеварения, улучшение работы печени. Вы даже можете предупредить такое опасное инфекционное заболевание, как туберкулез легких. Поэтому смотрите видео дальше. Дальше будет достаточно много интересной и полезной для вашего здоровья информации. Чтобы сделать правильный вдох, мало знать только строение верхних дыхательных путей, о котором я рассказал в первом видео этого цикла. Нужно знать строение органов дыхания в принципе. Оно относительно несложное. Да, есть верхние дыхательные пути, через которые попадает обычно основное количество воздуха и кислорода. Есть трахея, есть два легких, есть левая легкая, оно состоит из верхней и нижней доли этого область сердца. Есть правая легкая, состоит из трех долей. Верхняя, средняя и нижняя. Внизу вот так вот куполообразно располагается диафрагма. Это основная мышца, благодаря работе которой основное количество воздуха в дыхательную систему попадает. Основное, но не единственное. Мышца управляется как сознательно, вы в любой момент можете сделать вдох, так и бессознательно. Когда вы спите, вы не думаете дышать вам или не дышать. Вы просто дышите, потому как, когда, напомню, после последнего вдоха в крови снизился уровень кислорода, а самое главное поднялся уровень углекислого газа, в этом случае мышца раздражается и самопроизвольно происходит вдох. Воздух попадает в легкие, но это не единственный бонус, который попадает, получаете вы в данном случае. Отрицательное давление в грудной клетке способствует тому, что отработанная венозная кровь от органов брюшной полости и вообще от нижней части тела переходит теперь в грудную клетку к сердцу. Тоже отрицательное давление присасывает кровь от органов головы и шеи, а также от верхних конечностей. В результате работы диафрагмы к сердцу приходит кровь от всех органов и тканей вашего организма. И очень важно диафрагмой правильно пользоваться. Потому, как если при сокращении диафрагмы вы оставили напряженные мышцы брюшного пресса от брюшной полости кровь отойти полноценно не сможет в грудную. А артериальная кровь под приличным давлением туда заходит, чтобы получаете застой крови в нижней части тела. И очень сложно обойтись без застойного простатита, без каких-то нарушений в гинекологии у женщины, без ямороя, без варикозного расширения вен, без венозной сеточки. В этом случае, если вы неправильно используете синхронную работу этих мышц. Конечно, при определенных условиях беременность у женщин или неумеренный аппетит с хорошим абдоминальным ожирением как у мужчин, так и у женщин. Либо ношение неправильное корсета, которое сдавливает и нарушает экскурсию диафрагмы. Вы эти бонусы автоматически теряете. Ну, если беременность это физиологический процесс, который можно правильно подготовившись, прекрасно его пройти, то, конечно, корсет нужно подбирать правильно, ну, а с абдоминальным ожирением правильно и своевременно бороться. Потому как, когда кровь застаивается, венозная застоялась, артериальная ушла, не хватает для сердца работы, попадает в гипоксию головной мозг, и можно потерять сознание. Потому как в этом случае у вас работает второй по мощности насос, который помогает подкачивать кровь и обеспечивать газообмен в легких, это грудной тип дыхания, о котором я расскажу прямо сейчас. Грудной тип дыхания, конечно, менее мощный, чем брюшное дыхание. Однако, если по каким-то причинам экскурсия диафрагмы ограничена, напомню, это может быть беременность, это может быть абдоминальное ожирение, это могут быть значительные опухоли в брюшной полости или асцит, то в этом случае грудное дыхание становится основным. И оно срабатывает за счет изменения тонуса мыши грудной клетки, грудная клетка несколько расширяется, и воздух в легкие входит. Правда, только в том случае, если нет эмфиземы легких. Когда легкие уже расширены, грудная клетка приобретает бочкообразную форму, и в данном случае уже за счет мышц межреберных вы не можете сделать дополнительное усилие и ввести хоть какое-то количество воздуха в органы дыхания. И в этом случае срабатывает третий вариант дыхания, о котором я расскажу прямо сейчас. Если самое эффективное брюшное или диафрагмальное дыхание способствует более активному заполнению нижних и средних отделов обоих легких, реберное дыхание или грудной тип дыхания за счет увеличения объема грудной клетки, если это можно сделать, также в меньшей степени, но также способствует в основном заполнению нижних и средних отделов легких, то верхушки заполняются очень слабо, воздухом. И для того, чтобы использовать и эту дыхательную поверхность, нужно либо приподнять в конце вдоха плечи, либо, как многие делают при сердечно-легочной недостаточности, фиксируют плечевой пояс. В этом случае им становится легче дышать, потому как в этих отделах легких также идет газообмен. А почему это важно? Почему важно именно использовать всю дыхательную поверхность веществ для газообмена вы узнаете прямо сейчас. Знание трех основных типов дыхания, а именно брюшное, грудное и верхушечное, позволит вам в зависимости от вашего уровня здоровья правильно использовать хозяина энергии, то есть максимально возможную площадь дыхательной поверхности для газообмена и для поддержания активного обмена веществ. А площадь дыхательной поверхности серьезная. На полном выдохе это 100 квадратных метров, на полном вдохе около 130 квадратных метров. У ребенка, конечно, пропорционально меньше, но это громадная площадь. И от вас зависит, что попадет на эту площадь. Частицы гари, какие-то канцерогены с дыхаемым воздухом, спектр бактерий, вирусов, которые могут сюда попасть, пыльца каких-то растений. Площадь громадная. И важно правильно поддерживать на ней обмен веществ и самое главное иммунитет. А иммунитет зависит от кровообращения. А кровь попадает только в те отделы легких, где идет газообмен. Если воздух зашел нестерильным и тут какие-то процессы идут, то от того, как вы пользуетесь органами дыхания, зависит будет ваша иммунная система здесь работать. Или она будет пока отдыхать, пока вы не начнете правильно дышать. И для здорового человека есть так называемый четвертый тип дыхания. Так называемое полное дыхание. Когда вначале вы делаете вдох, опускается диафрагма, и несколько выпячивается живот. Дальше расширяется грудная клетка и приподнимаются плечи. В этом случае вы используете на вдохе максимально возможную поверхность органов дыхания. И кислорода больше в организм попадает. Но от того, как вы дышите правильно, зависит, какие сопровождающие лица еще попадут в органы дыхания. Я имею в виду очищение воздуха от бактерий, от вирусов, от пылевых частиц, частиц гари, от различных химических веществ, которые могут вас окружать. И при неправильном использовании органов дыхания вы можете попадать на различные проблемы. Но! Эти четыре основных типа дыхания практически характерны для здорового человека в разных условиях. А какие еще возможны, скажем так, патологические типы дыхания? Вы узнаете прямо сейчас! Полный вдох сложно выполнить при наличии некоторых патологических либо физиологических процессов. Но! Нужно в этом случае активнее использовать другие возможности. Например, если есть значительная опухоль в органах брюшной полости. Либо осыпь. Либо абдоминальное ожирение. Когда часть жира вы видите под кожей, а значительная часть жира в виде 15-20-30 кг находится между петлями кишечника. И мешает активной экскурсии диафрагмы. Либо есть физиологический процесс под названием беременность. В любом случае брюшное дыхание как наиболее эффективно ограничено. Но! Правильно пользуете грудное и верхушечное. Если же есть эмфиземы легких. Либо в какой-то степени повреждены ребра. То есть грудной тип дыхания становится невозможным. Пользуйтесь верхушечным и абдоминальным брюшным дыханием. Если поражены верхушки легких. Там рак например. Либо туберкулез. В обоих случаях ваша иммунная система работает очень плохо. Ей под завязку жизненно важен нужен кислород. Используйте грудное и брюшное дыхание как очень эффективные в данном случае. Потому как иммунной системе нужно как онкоклетки уничтожать. Так и микобактерии уничтожать. В любом случае им нужен кислород. И другого пути основного поступления кислорода в организм нет. Через кожу вы не сможете доставить нужное количество кислорода для вашей иммунной системы в данном случае. Поэтому нужно обязательно правильно дышать. Но! В системе дыхания второе видео посвятил вдоху. Очень важно еще и правильно сделать выдох. И как делать правильно в разных ситуациях вы узнаете в следующем видео на моем канале Школа Доктора Скачко. Если вы подписчик это видео как только появится в интернете сразу появится у вас в почте. Вы сможете его просмотреть. Если вы не подписчик канала либо заходите на канал либо подпишитесь и вам будет проще общаться с каналом. Вы будете среди первых получать информацию о новых видео. О тех возможностях которые вы можете буквально в домашних условиях применять к себе. И укреплять свое здоровье. А я с привычными подписчиками моего канала словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. Это видео буду заканчивать. И ждите новых обновлений на моем канале. До новых встреч на моем канале!